«Афган 1979-1989». Презентация книги с таким названием состоялась накануне в Доме культуры Аула Хабес. Автор – заслуженный журналист Карачаева Черкесии, член Союзов писателей и журналистов России Люсана Абедокова-Шевхужева. Над созданием этой книги я работала более 15 лет. Это началось еще в 2006 году, уже работая в редакции газеты «Черкесхак». Я обратилась к этой тематике, потому что мы вообще поколения, выросшие на примере мужества и отваги наших дедов, которые прошли Великую Отечественную. Поэтому мне тема патриотизма, тема войны вообще близка. И, естественно, случай такой произошел, что я начала печатать материалы про афганцев, выяснилось, что материалы неполные, данные были неполные. И вот, чтобы восполнить все, что не хватало по вот этим нашим ребятам, воинам-интернационалистам, которые прошли Афганистан, я решила обратиться к этой теме, собрать их данные воедино и создать книгу. Книга состоит из четырех глав. Первая глава называется «Память о них бессмертна», где речь идет о людях, не вернувшихся с афганской войны. Вторая глава «Солдат войны не выбирает» обо всех воинах-интернационалистах Хабесского района. В третьей главе собраны публицистические статьи, написанные в разные годы писателями и журналистами. Но и четвертая глава состоит из фотохроники. Было очень сложно, потому что работа сама по себе морально очень тяжелая, да и физически тоже, потому что приходилось с каждым встречаться, разговаривать, потому что данные разнились. Помощников у меня очень много было. Хочу искренне поблагодарить человека, который воплотил мою мечту, которая родилась у меня в голове. Это дизайнер, верстальщик этой книги Мадина Катаева, которая полностью воплотила все, что я хотела, я увидела в этой книге. Поэтому огромное спасибо и людям, благодарю от людей, благодаря которым вышла эта книга. Это Искендаров Мухаддин Абдрахманович. Он полностью выпустил, и вот при его поддержке была выпущена данная книга. Каждая война имеет свои особенности. Война в Афганистане не была похожа ни на одну другую. В период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года на территории Афганистана прошли военную службу 620 тысяч советских военнослужащих. Тысячи склонили головы на чужбине. Я с содержанием немножко знаком. Очень приятно, что все те, кому не бьет различная судьба афганцев, погибших живых, пишут о нас, вспоминают о нас. Поэтому хочется сказать огромное спасибо Люсане и всем тем, кто ей помогал выпустить эту книгу. Презентация книги собрала полный зал людей из разных сфер. Память погибших героев, собравшиеся почти минутой молчания. Далее всем представилась возможность посмотреть небольшой фильм «Хронику афганской войны». Кому не довелось дожить до наших дней, посвящаясь «Хроника афганской войны» зима. Охранять покой и тишину граждан, носить погоны – Расул Ионов и Заул Алибердуковский мечтал еще будучи ребенком. Так, с 1986 по 1988 годы он прошел службу в вооруженных силах СССР в городе Джилалабад Демократической Республики Афганистан. После того, как вернулся, я устроился в систему МВД, Министерства внутренних дел Погончаря Черкесской Республики, где по сей день работаю там. В рамках патриотического воспитания молодежи я езжу и по школам, и в городе Черкесске, и в ауле, в родном Алибердуковском, когда приглашают, рассказываем детям, что такое война, что это означает, что такое братство, что такое дружба. Участники встречи возложили цветы к памятнику воинам-афганцам в Хабезе, но и завершилось мероприятие концертом звезд эстрады. Айгуль Баранукова, Роман Нагаев, Архиз-24.